Всем привет! С вами Алина и да, я косплеер, и как раз на эту тематику будут много ответов от меня, потому что вы задавали мне вопросы в инстаграм. В общем, вопросики скопились, давайте-ка начнём. Первый вопрос. Сколько тебе лет давно занимаешься косплеем? Мне почти 21, мне сейчас 20, но 13 октября будет 21. Косплеем я занимаюсь давно. Как это вообще, в принципе, всё началось, было очень много вопросиков на эту тему, поэтому рассказываю. 14, maybe. Тогда я прям вообще конкретно так подсела на аниме и всё прочее, и для меня открылся мир косплея. Ну, а тогда не было ни тиктока, у меня не было вообще инстаграма, я игнорировала эту социальную сеть, и я видела только на ютуб и в интернете пару косплеев. Это вообще было не на том уровне, как сейчас. У меня не было цели выкладывать это куда-то в интернет. Вообще, в принципе, показывать свой косплей. Мне просто хотелось делать разных героев, которых я безумно обожаю. И всё. Я заказывала с определённого сайта косплеи. Тогда это был какой-то китайский сайт, и Алиэкспресс я даже... Я даже не знала о нём. А, стоп, подождите, а в каком году он у нас появился? В общем, косплеи ко мне приехали, и я дома там наряжалась, сделала фоточки, я это никуда не выкладывала, и просто наслаждалась. А потом проходит время, я немного отошла от аниме, и вообще жизнь постоянно меняется, меняется. И тут я переезжаю в Россию. Да-да, кстати, я не из России, я совершенно из другой страны. Я из Казахстана, и сейчас вот, когда я переехала в Россию, я поступила в университет, и мне встретились люди, которые безумно обожают аниме. Я им рассказала о том, что у меня были косплеи, я им показала свои косплеи, но на тот момент я не собиралась этим заниматься, делать какие-либо фотографии, видосики. И я сказала просто, берите всё, что хотите, и делайте всё, что хотите с ними. Так и произошло. Но потом в один день я прихожу к своей подруге, и вижу у неё косплей на нацу. Это не мой косплей, это косплей подруги. И мне стало интересно, на этого героя я никогда не мерила косплей. Ладно, мои там лежат, а на нацу-то, кто знает, как я буду выглядеть в косплее нацу. В общем, беру, надеваю этот косплей, и такая, блин, прикольно, у меня всё аж будоражит меня внутри, потому что мне безумно это всё время нравилось. Я вспомнила это ощущение дикое, которое прямо меня подпитывает энергией. Я ни от чего такой кайф, мне кажется, не получала, как от того, когда я, перевоплощаясь в разных героях, могу вообще сыграть какую-то роль. И я просто беру тикток, и я знала, что мои подружки загружают видосики в тикток, но тогда я не сидела в нём. И так я думаю, а из созданка я, пожалуй, страничку в тикток. И просто загружу, вот просто взять и просто загрузить. Ну, нужно было создать какой-то ник, и я его просто за одну секунду так, окей, няшный кексик. Да, ты сладкоежка, и любишь всё миленькое, няшное, но хотя по мне сейчас такой бунтарский образ, так что про няшность и милайшество тут мало что можно сказать. Таким образом, мой ник просто совершенно случайно образовался, и мой мозг его как-то сформулировал, закинул видео, и я такая, о, прикольно, людям зашло, людям понравилось. Ммм, а может мне попробовать что-нибудь поснимать? У меня до сих пор лежал дома косплей на Юкиной, и я такая беру свой косплей, достаю и просто снимаю непонятно что. У меня не было какой-то цели, у меня не было плана. Я просто беру косплей, я его надеваю и начинаю подбирать музыку и что-то там снимать. Идеи потом сами начали генерироваться. Меня так затянуло, что я просто не смогла остановиться. И до сих пор я снимаю видосики в ТикТок. А потом меня попросили, а как же Инстаграм, создашь ли это свой Инстаграм? И я беру, создаю свой Инстаграм, и вам там нравятся мои фотографии, мне со мной приятно, поэтому большое вам спасибо. И в итоге я добралась до Ютуба. Как-то в жизни так случается, не знаю как, я просто безумно люблю формат видео. Следующий вопрос. Как вдохновила начать заниматься косплеем? Как относятся к этому близкие? Ну, вдохновение-то оно появилось за счет того, что я увидела в интернете разные косплеи на персонажей. Меня вдохновляют всегда люди. И в принципе, в любом деле меня вдохновляют люди и то, что они совершают, творят. Поэтому хочется делать тоже много, больше и необыкновенного. Поэтому я решила, почему бы мне тоже не попробовать, если мне это безумно нравится. Как относятся у меня к этому близким? Я вам так скажу. Я первое время вообще не говорила, какие видео я снимаю, какого рода. Они знали там то, что я загружаю видео в ТикТок. Но без понятия были, что там вообще было. Мне было как-то не по себе и неловко показывать себя в париках и всем прочем. Ну, знаете, бывают разные там представления о том, а как же отреагируют, блин, не знаю. А постепенно я начала настолько привыкать, что я так часто снимаю видео. У меня все знают о том, что я снимаю какие-то видео. Потом я помаленечку начала говорить, а, ну я парики надеваю. Ну, я делаю еще какой-то там образ, макияж. Потом уже стал конкретно говорить, я косплею персонажей разных героев. И дошло до того, что я потом такая надеваю косплей хинаты и иду в ванну причесываться. Ну, тут меня уже все увидели. Все постепенно таким образом. Мысль о том, что у меня какие-то комплексы показателей в косплее начинали отпадать. А мои близкие тут же начали привыкать. Я так дозированно говорила о том, что делаю. Сейчас они имеют представление о том, что я загружаю. Они не смотрят мой тикток, но они знают в том, в принципе, что у меня происходит. Это косплей. Я как бы рассказала, что это такое. И вначале у меня мама такая думала, что косплей это только аниме. Ну, как бы да, я косплею по аниме, но косплей-то бывает на разные фильмы, разных героев. Поэтому это огромная сфера деятельности. И она была даже очень удивлена этому. Сейчас мои родители к этому нормально относятся. И я безумно благодарна за это. Потому что мне очень приятно, когда меня поддерживают близкие люди. Когда меня поддерживаете вы. И тогда мне хочется делать больше. Потому что я знаю, что ситуации бывают разные. Бывают, где-то не поддерживают. Кто-то может поддержать. Ну вот, так сложилось. С какого персонажа начался путь косплеера? Как вообще решил пойти в косплей? Кстати, да, пойти я иногда могу и на она, и на он. Потому что у меня косплей как бы и парней. И теперь у меня уже вот эта вот граница чуть-чуть стерлась. Он, она, что-то, оно. Я без понятия, какой у меня был первый косплей. Просто я не помню. У меня их было несколько косплеев. Я вот не знаю, раз он мне заказал их. Или Наруто. А может Юкине. А может... В общем, я не помню. Я просто помню, что в ТикТок... Но, извините, это уже гораздо позже. Если прям такой путь реально косплеера. Тогда-то это было просто как... Закажу, поодеваюсь. А сейчас уже хочу снимать видосики. Хочу создавать что-то. И вот конкретно, если с моего вот этого пути. Который начался относительно недавно. Первый был у меня косплей Юкина. Мне очень нравился этот персонаж. И скажу, что я часто выбирала персонажей такого типа. Но сейчас мне хочется совершенно разных. Потому что мои эмоции... Моя мимика говорит мне. Выбирай того персонажа, который плохой. Выбирай того персонажа, который милый. И выбирай что-то посередине. И выбирай вот это, это. И мне хочется просто все. Поэтому... Начала с Юкина. Теперь все подряд. Каких героев ты планируешь косплеить в будущем? О, ребятки! Очень много героев. Прям в планах у меня много. Это на безумный азарт. Главная героиня. Девушка с черным волосом. Потом волейбол. Хинаточка. Хинаточка. Хината. В общем... У меня уже все в процессе. Я начинаю постепенно готовить. И подходить к этому максимально серьезней. Я тут начала задумываться над... Не может очень приятно, бог. Возможно, я сделаю там напарня. Я улучшаю косплей. Бакуго. Я хочу прям такое... А-щ... Сделать. Просто, когда ты не говоришь словами, это просто эмоции. Из бродячих псов я сейчас выбираю героя. Так что посмотрим, кого я из них сделаю. Там, в общем, два парня. Я думаю. Я думаю. Ну, это так. Я перечислила ближайшие планы. Потому что я хочу гораздо больше разных косплеев. Просто оставайтесь со мной. И я уверена, вы много еще увидите. Какие у тебя планы на косплей? На косплей, на самом деле, у меня есть такие масштабные планы. Они помаленечку начинают реализовываться. Есть такие хотелки прям огромные-огромные, масштабные, что кажется... Блин, до них же еще дорасти надо. Как я вообще дорасту до такого? Да не, я смогу. В смысле, как-то я не дорасту. Я все могу. Я вот верю в силу свою. И верю всегда в вашу силу. Главное, это просто не останавливаться. Поэтому, если говорить о том, какой я представляю косплей. Это офигенные видео. Это прям качественные, крутые видео. Вообще можно прям на YouTube. Потому что я люблю снимать на камеру. Это... Да, я даже была в TikTok. Вот максимально хочется еще больше профессионального дела делать. В Instagram очень, да. Профессиональные фотосессии. Прям сердечко бьется, когда я вижу профессиональные фотосессии с косплеем. В Instagram других ребят они так вдохновляют меня на это. Поэтому, если уж говорить о планах, то, пожалуй, это то, к чему стоит стремиться. Самое первое аниме, которое ты посмотрела. А я не знаю. Знаете, я помню еще аниме «Токийские кошечки». Это прям старое аниме. И мне оно тогда очень нравилось. Ну, да. Мне вот прикольно было. Что-то прикольное было. «Наруто?» Ну, прям самое, чтобы первое. Знаете, возможно, это были покемоны, которые я неосознанно смотрела. Типа, какой-то мультик показывает по телевизору. Ну, я не думала, что это вообще аниме. А что это такое аниме? Тогда как-то мы про это не говорили, но я сильно маленькая была. А прям самое первое я сейчас вообще не вспомню. Просто помню примерно, какие я первые смотрела. Вот. Ну, даже-то вообще. Это, конечно, ну, любовь. Ах, еще та. У меня даже наруточка на телефоне сейчас. У меня... А, нет, на ноутбуке у меня баг. Го? Что делать, если хочешь снять с тобой дуэт, но стесняешься и поделаешь закос? Серьезно? Не стесняйтесь! Вы что? Какое еще стеснение? Здесь нет места стеснению. Вообще видосиков. Нельзя стесняться. Ладно, нельзя говорить слово «нельзя». В общем, не стесняемся, ребят. Я просто всем рада дуэтам. Я могу не всех успевать отметить в плане написать комментарий, но я так обожаю дуэты смотреть, когда вы их делаете с моими видосиками. Даже если у вас там не профессиональный косплей, не просто косплей, а просто закос. Делайте. Почему нет? Ну, смотрите, если у вас нет косплея, то с чего даже нужно начинать, если вы этого хотите? Не нужно ставить какие-то себе рамки, ограничения. Зачем? Просто берите и делайте. А я-то буду рада. Мне будет так приятно. И вы начнете делать кушутокадэн. Но я не могу выбирать между Бакугу и Тодороги, кого спасать. Я соберусь со всеми силами, стану хокагэ, и спасу и Бакугу, и Тодороги, и вообще. Все спасены. Здесь я не выбираю. Они ж двое лапочки. Как реагируют люди на улицу на косплей? Ребят, в косплей я еще не ходила. Ну, я собираюсь вот сделать фотосессии на улице. И такая, ага, так. Интересно, кстати. Вот мне тоже интересно. А как же они отреагируют на мой косплей? Я так понимаю, что если ты хочешь красивые фотографии, то уж нужно будет как-то выбраться из дома и походить перед людьми. Не знаю, что они скажут, не знаю, как посмотрят. Но, одно я могу точно сказать. С друзьями я ходила. В общем, две подруги. Они решили сделать косплей на потрясающем месте. И там всегда очень много туристов. В принципе, людей достаточно так приходят туда именно для фотосессий. Все идут, фотографируются. Ну, и, конечно же, мы тоже не исключение. Смотрели, да, люди однозначно оборачивались. Всем всегда интересно. Ну, конечно, идет девушка с длинным, таким желтым волосом, чуть ли не до земли. Высокие каблуки, что-то необычно фиолетовые там какие-нибудь волосы. Ну, в принципе, образ, он как бы такой каждый день не встретишь. Вживую. Да, оборачивались. Смотрели. Было любопытно. А маленькая девочка безумно и заинтересовалась. Это у тебя настоящие такие длинные волосы. Это было очень мило. Вот, кстати, Гюля, реакция детей мне безумно нравится. Они положительные и рады, что к этому относятся. А взрослые просто смотрят. Типа, что происходит? Кто это? Как-то выглядит необычно. Или я не знаю даже их мысли. Ну, смотрят и смотрят. Пусть. Пусть наслаждаются креативом. Когда начали смотреть Наруто, кто любимый персонаж? Наруто лет в 14. Где-то в 14 лет начала смотреть. Мой любимый персонаж сейчас-то Наруто, хотя они постоянно менялись у меня в голове. То есть мне безумно нравилось одно время. Киба. То есть я на Наруто так сильно не обращала внимания, как... Киба! Май гад! Обожаю тебя! А потом Нэджи, а еще Гаара, и Сосори, и Дейдара. И так, все, остановите меня. Мне нравится, если с девушкой кто-то Хинато, мне безумно нравилось. А выбрать прям одного персонажа? Окей. Сейчас я выберу Наруто. Да, я выберу Наруто. Главный герой. Прям все. Ну, это прям про него история. У него потрясающая история. Очень душераздирающая. Но любимый персонаж он. Хотя раньше я бы могла перечислить многих. Мне и сейчас многие герои нравятся. Но если уж выбирать одного, то... Ваши положительные и отрицательные черты характера? Я не очень люблю саму себя ценю. Я предпочитаю, чтобы люди как-то сами после общения со мной делали какие-то выводы. Если уж положительные какие-то стороны, то на самом деле я достаточно отзывчивый человек. Дружелюбный, улыбчивый. Я всегда люблю общение. Я люблю знакомство. Я могу быть немного скромной. Вот. У меня такое бывает. Но это так. Не могу сказать, что это какая-то отрицательная черта. Вроде как, что плохого в скромности? В общем, я человек позитив. Это, конечно, не значит, что я совершенно такой человек, который улыбается. Невозможно быть постоянно с улыбкой. Потому что в жизни всякое случается. Вы можете видеть одну меня на кадре. Но в жизни могут быть разные ситуации. И поэтому эмоции, это нормально, когда они меняются. Но в основном я люблю мыслить позитивно. Я могу в голове себя иногда переключить на хороший такой лад. Если отрицательные стороны брать. Ну да, бывает иногда застенчивость. Но это просто, знаете, это я не скажу, что это плохо. Это может просто иногда мешать в жизни. Когда вы там куда-то идете, вам нужно идти вперед, а из-за скромности вы стоите на месте. Ну это так, я образно говорю. Но это черта поправима. Жизнь научит. И при сильном желании можно делать все. И избавиться от вот этой вот скромности, стеснительности. Поэтому прям отрицательные стороны. Не знаю, у меня не было такого, что я с кем-то ссорилась как-то. Какое-то недопонимание прям с людьми. Я с этим не сталкивалась и не хотелось бы на самом деле. Так что делаем выводы. Я не знаю. Оценивайте как хотите. В каком городе ты живешь? Я живу в городе Сочи. Раньше я жила в городе Усть-Каменогорск. Восточный Тотовстан. Я помню, как ты попался мне в реку в ТикТок и украл мое сердечко. Ты лучший. Ой. Вы меня смущаете. Читайте сейчас комментарии и смущаюсь. У меня щеки не краснеют? Наверное, через видео это все равно не будет видно. Ну, блин, я же засмущалась. Я приятна. Вы столько приятностей пишете. Я сама так сойду. От счастья, от радости. Все. Засмущалась. Станешь мужем? Ух, это ж какие вопросики. Ну, знаете, в нашем мире чего только невозможно. Несмотря на то, что я девушка. Но по факту в нашем мире можно стать мужем. Ой, вы меня пояселили. Мой мозг сразу проецирует очень странные вещи. У меня нет вопросов. Ты просто, солнышко, выходи за меня. Ой. Столько предложений. Ребят, переходите ко мне в инстаграм. Там я еще устраиваю разные опросики. И там вы можете реально задавать много вопросов. Видеть мои фоточки. И заходите ко мне в тилеток. Потому что там я очень часто с вами. Прям реально часто выкладываю разные видео. И максимально стараюсь поднять вам настроение. Сделать на лице улыбочку. Несем в мир добро и счастье. И несмотря на то, что я в черном сегодня таком облике. Якобы. Ааа. Все. Такая. Пафоси. Такая. Дерзкая. Нет. На самом деле я очень стеснительно доблая. Как же это было сейчас сказано. В общем, ребят, я жду вас там. Потому что я там чаще нахожусь. И, конечно же, оставайтесь со мной здесь. Я вас очень сильно люблю. Целую. И крепко-крепко вот так вот обнимаю. Мне очень хочется сделать это вживую. Когда я вас вживую вижу. Я очень этого хочу. Так что давайте не отключаемся. Будем вместе. И встречаемся в новом видео. Пока-сики. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.